Всем привет, друзья! С вами Андрей и Максим. Итак, сегодня у нас новый ролик, такого еще не было у нас на канале. Максим будет сегодня угадывать клубы по типу карточек FIFA Ultimate Team 19. Итак, ну что тебе, легенькую или сложную сразу давать? Знаю, сложную. Так, именно где очень много разных типов карточек, ну пусть будет вот это вот. Ну вот, схема 4-3-3 с тремя центральными полузащитниками. Тут также практически по правилам, как и в сборной по клубам, мы просто называем... Давай нападающего центрального. Центральный нападающий. Это скрим-карточка. Ага, это который типа хэллоуинский, да? Ну и тут также будет в этом ролике по правилам, что Максим может за выпуск назвать только одну позицию в нападении, одну в полузащите и одну в защите. И две остальные я ему сам предлагаю. Так что вот он пока что в нападении выбрал. Но очень мало там, кстати, карточек хэллоуинских, именно на позиции форварда. Давай Атлетика Мадрид пусть будет. Нет, это не Атлетика Мадрид. И после того, как ты неправильно назвал сборную, ты должен эту карточку или клуб, ты должен назвать еще одну позицию, чтобы я тебе сказал. Ага. Чтобы как бы не сразу дуплетом. Правый защитник. Правый защитник. Это золотая нерарная карточка. Ой, прям повезло. Ну их очень много таких. Но это прям вот та позиция, которую не сильно таки и попал. Давай Ювентус. Это твой окончательный ответ? Да. Да, это Ювентус. В нападении был это Марио Манджукич. И справа был Дешильо. Я решил взять его нерарную карточку, чтобы какое-то было разнообразие. Ну вот если бы в левого нападающего попал бы, там Тотик еще на Роналду был, тогда было бы намного легче. Да. Так, ну давай. Давай. Вот этот клуб. 4-2-3-1. Два цопника, один цапник, два по флангам и один в нападении. Давай этого полузащитника, вот цапника, прям центрального цапника. Центральный цапник это лига чемпионская карточка, дана как типа roll to the final. То есть, когда их дают, вот, ну вроде она так и называется, что ее дают, и когда, если команда дальше проходит, она апается. Сейчас я даже найду. Это называется вот в, сейчас, если точно даже быть. Да, это... Какой-то известный клуб. Да, ну в Лиге чемпионов играет. Это называется UEFA Champions League PTG. Вот так вот называются эти карточки. Там еще есть много таких высокорейтинговых игроков, которые в своих клубах лидеры. Так что это лидер этого клуба, можно так сказать. Бавария. Это окончательный ответ? Да. Да, это Бавария, это Хамис Родригес, 90-й. Но мог бы попасть бы в интересные... Ох, как еще идет. Еще бы в интересные карточки. Например, слева в полузащите был Франк Рибери, его карнавальная вот эта карточка. И также был еще и Тьягов в опорной зоне. Итак, следующий клуб. Давай, следующего. 4-3-3 с тремя центральными полузащитниками. Ага. Давай защитника центрального правого. Это такая же карточка, как и в прошлом раунде, которая апается Лига Чемпионская. Такая же прям? Да, такая же. Барселона! Да, это Пике, его 90-я карточка. Тут также ты мог попасть в правого нападающего, и там был бы Месси. И остается у нас две команды, которые я загадываю Максиму теперь. Ну, давай с вот этой, пожалуй. Схема у них 3-4-3. Два центральных полузащитника и двое на флангах. Так, я тебе даю вот этого вот игрока. Самый центральный защитник. У него рождественская карточка. Футмасс. Угу. Вот, нет. ПСЖ! Да, это... А, было. А, не, не было. ПСЖ! Вот надо было мне промолчать. Услышал все-таки. Да, это ПСЖ. Это Тьяго Сильва. 90-й рейтинг. И последний клуб. Ну, вот сейчас вот я, может быть, и отыграюсь. Так, ну давайте Максиму прям-таки посложнее дадим, чтобы он сбавил обороты свои, а то он с первой попытки практически отгадывает три клуба подряд. Ну и теперь схема 4-3-3. Угу. Правый центральный защитник – это обычная лигочемпионская карточка. Обычная прям-прямо. Обычная. Обычная. Да, у которых все есть практически, у всех игроков, которые играют в Лиге Чемпионов. Атлетика Мадрид. Это твой окончательный ответ? Да. Нет, это не Атлетика Мадрид. Так. Давай левый центральный. Тотти. Тотти? А кто у нас в Тотях есть? Шо? Шо Реал, что ли? Это твой окончательный ответ. Давай, да. Нет, это не Мадридский Реал. Это Ливерпуль. Есть еще и Ван Дайк. Вот. Да. Вот прям хотел сказать. Итак, Максим заработал за этот выпуск 39 баллов из 50 возможных. Практически сразу он отгадывал. Ну что же, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. С вами был Андрей. И Максим. До новых встреч, друзья. До свидания. Всем пока.